Всем привет! Сегодня с вами посмотрим интересный шлем от итальянской компании NOLAN N44 EVO. Этот шлем гибрид. Открытый шлем со съемной челюстью. В комплекте идет вот такой вот козырек еще и здесь у нас пинлок в комплект не входит. Мы привезли шлем для одного из покупателей вот и он дополнительно еще заказал пинлок. Вот так этот шлем выглядит. Вот такой вот он. Шлем сделан из поликарбоната. Давайте взвесим. Здесь книжечка большой вес имеет. Давайте мы ее снимем. 1 килограмм 670 грамм. Вентиляция. Сверху. Причем вот это центральное отверстие регулируется в двух положениях. Получается три отверстия сверху. Сзади вытяжное одно отверстие. Нет никаких регулировок. И спереди вот такое вентиляционное отверстие. Визор в трех положениях. Вот в закрытом состоянии. Чуть приоткрытое. И полностью открытое. Отличительной особенностью этого шлема является то, что в нем есть вот такая вот съемная защита челюсти. Причем в отличие от других конкурентов этого шлема, эта защита челюсти, она с алюминиевой вставкой. И этот шлем сертифицирован как интеграл. В отличие от других шлемов, которые по сути даже с защитой челюсти, но все равно они считаются открытыми шлемами. Этот шлем и как открытый, и как интеграл. Причем тут защита челюсти сделана таким образом, что вот здесь у нас как в интеграле или как в модуляре есть вот такая вот сеточка, которая препятствует попаданию сюда пыли, грязи на стекло. Видим, что визор подготовлен к установку пинлока. Пинлок, я говорил, в комплекте не идет. Пинлок можно отдельно приобрести. Так, и здесь мы видим, что можно установить вот такой вот козырек. И тогда получится у нас просто открытый шлем с козырьком. Без визора. То есть этот козырек устанавливается вместо визора. Давайте с вами это сделаем. Интуитивно понятная процедура. Когда я не знаю, как снять визор, я его поднимаю в верхнее положение, потом смотрю какую-нибудь штучку, которую бы сдвинуть. Ну, собственно говоря, и здесь так же. Вот она, эта штука. Это рычажок. Вот его сдвигаем. И одним движением руки визор снимается. Можем установить вот такой вот козырек. Как видите, я неподготовленный человек. Его установил буквально за секунды. И получится такой вот модный открытый шлем. В шлеме есть встроенные солнцезащитные очки. И вот они открываются вот таким вот образом. И кнопочка. Если мы хотим ездить без визора и без козырька, то на это место ставятся вот такие вот накладочки. Давайте поставим эти накладки. Посмотрим, как шлем будет с ними выглядеть. То есть такой универсальный боец. Вот в частности, вот этот шлем заказал покупатель, который ездит на квадроцикле. Вот эта накладка ставится вот таким вот образом. Сюда ставится, и потом она защелкивается. И точно так же она снимается. В разобранном виде он значительно легче, вот по ощущениям. Застежка микрометрическая. Здесь шлем подготовлен к установке своей фирменной гарнитуры N-ком. И так же сзади устанавливается тоже фирменная система оповещения об аварийной остановке. Подкладка снимается. Понятно, сейчас в современных шлемах почти у всех подкладки снимаются для стирки. Таким вот образом. Я не буду ее разбирать. Вот здесь есть места, вот они прощупываются для установки наушников гарнитуры. Сам материал, так же как и в модуляре 104 Нолане, ткань, которая сохраняет температуру тела одинаковой. И вот по ощущениям очень приятный, качественно сделан. Никаких вопросов к качеству изготовления шлема нет. Резиночки ровненькие. Все ровненько сделано. Скажем так, это хороший конкурент тому же Шуберту или Шой, или Арай. Отличительной особенностью этого шлема является то, что он выпускается до размера 3XL. К сожалению, не все шлемы в таких размерах представлены. Если представлены, то не все ввозятся в Россию в больших размерах. А вот Нолан, к счастью, к счастью, поставляется в больших размерах. Размерная сетка здесь стандартная. Если написано М, значит 57-58 сантиметров. Если написано там 3XL, то это 65-66 сантиметров в обхвате головы. Спасибо за внимание. Лайки можете не ставить. А в комментариях напишите свои вопросы и свои пожелания по обзорам мотоциклетных товаров. Чего бы вам хотелось бы увидеть, услышать, о чем бы нам стоило бы вам рассказать. Удачи! Пока!